приветствую всех на своем канале меня зовут Анна это мой канал волшебной спицы с Анной захотелось подключиться к вам и поделиться тем чем я занимаюсь на данный момент да кто давно подписан на меня кто смотрел мои влоговое первое видео такое экспериментальное я вам рассказывала да что у меня нестандартные выходные у меня выходные пятницы суббота да когда люди отдыхать принципе субботу воскресенье у меня вас с воскресенья начинается рабочая неделя и вот сегодня пятница мне очень хотелось что-то такое начать не знаете легкое чтобы сегодня отдохнуть и свой день сегодня планировала планирую таким образом час-два я вижу свои недовязы потом начинаю начала новый процесс опять час-два вижу недовязы потом начала новый процесс то есть свои выходные я полностью хочу посвятить именно вязанию отдохнуть как бы морально и физически и отдохнуть со своим любимым хобби неделя выдалась очень очень тяжелый был конец месяца и на работе было тяжело вот ну и и связи со всеми этими событиями было тяжело и и морально вот но нашла как бы это моя всегда была душа на вязание и на данный момент конечно же как-то душу и вот это вот воспаленный мозг вот эти мысли которые бегают постоянно в голове это все анали анализ какой-то проходит в голове от этого все время всего этого отстаешь устаешь очень сильно вот и я сейчас стараюсь как бы переключаться больше на вязание вот и поэтому будет включение такое рассказ такой небольшой но во всяком случае это такие радужные радостные процессы которым я сейчас занимаюсь закончилась закончилась закончился наш процесс совместный проект шалимания зима но шали меня не оставляют вот поэтому мне захотелось еще повязать немножко шали вот я начала новый процесс буквально за вчерашний вот вечер после работы сегодня раз рано-рано с утра я немножко повязала немножко повязала немножко продвинула вот шаль это называется паулина мне нравится как она вяжется кстати схема довольно легкая единственное как бы что с сам узор тоже как были 0 легенький единственное вот здесь вот немножко тормозит потому что если вот видите да так я сейчас расправлю здесь очень много накидов и вяжется три вместе до накиды 3 вместе и достаточно широкая кайма будет вот такая вот из такого узора вот в остальном вяжется очень все легко и просто начинается середины распределяется узор и все вяжется согласно схеме вяжу я на спицах номер 4 пряжа это у меня сейчас я вам расскажу ализела на голд 800 классик 100 граммовый моточек здесь 800 метров у нас в этом значит мотке и состав 51 процент акрила и 49 процентов шерсти цвет у нас 56 как видите это у нас красный цвет как говорит у нас девушка всем известная да я думаю олечка романова красный прекрасный и действительно вяжется так красиво выкладывается кстати пряжа мне очень понравилось она не колючая но всяком случае я не ощущаю вообще колкости при вязании до чтобы сказать что она очень очень тонкая в принципе даже вот на четверке ну вижу на 4 да она тонкая но я вот вижу шаль на четверке и выкладывается очень петельки хорошо вообще вот покажу вам один элемент да вот где именно только лицевая гладь петли легли очень очень ровно то есть нету никакой такой знаете критичной какой-то рядности там чтобы одна петля была больше другая меньше нет я буду стараться вывязать весь моток не знаю вообще нас насколько мне хватит но метраж здесь как бы большой принципе если что можно будет где нибудь в магазине здесь у нас подкупить еще один моточек для того чтобы эту шаль закончить вот я вижу ее знаете отдыхаю так смотрю телевизор или кино и отдыхаю и наслаждаюсь процессом так 2 работа над которой я активно тружусь это у меня вот такая будет это будет знать как летний летний полувер так я хочу сказать ну во всяком случае я планирую связать с рукавами да этот полувер чик ну там насколько мне хватит нитку сейчас сейчас я попробую вам растянуть узор показать что у меня получается как видите да это полувер будет на круглой кокетке вяжу я спицами номер три из пряжи alize diva цвет пряжи у меня 393 такого нежно персикового цвета так я могу назвать это это явно не розовые такой какой-то вот больше да больше к персиковому вижу я с данной пряжи впервые как ложится ниточка мне нравится но насколько я знаю да она при стирке растягивается поэтому у меня здесь вот связано более плотно окажется что голова не пролазит но она поверьте мне пролазит хорошо и очень даже хорошо ложится до вокруг шеи значит здесь я вижу как видите моя любимая резинкой лицевыми скрещенными мне очень нравится как ложится на это ли этот резиночка здесь я начала вязать японский узор от hitamishida 176 узор в чем у меня загвоздка я же не могу вязать по простому как нормальные люди я должна обязательно какую-нибудь себе сложность придумать я вижу этот узор сверху вниз извините с не полда сверху вниз а по узору который предлагает hitamishida этот узор вяжется снизу вверх и он как бы надо вязать снизу вверх и он наверху получается сужается вяжется он на 35 петлях начинается вязаться и концу должно остаться 13 петель но так как я захотела этот узор связать шиворот на выбор можно сказать да я в процессе я его просто скопировала перевернула схему и вижу так как я вижу наоборот то есть получается что если там где мне нужно делать убавки я наоборот прибавляю расширяя при этом до данный узор вот в принципе пока визуально он похож посмотрим как он будет у меня к концу как у меня получится да это все это всю схему перевернуть до конца вот но пока результат мне нравится в любом случае получится что-то красивое оригинальное а вот тут вот уже видно да что начинает прорисовывать прорисовываться сам узорчик вот эту ромбики пошли здесь идет у меня вот такая дорожка ажурненькая которая разделяет вот эти как назвать клиния а вот связано у меня буквально немножко это наверное ну наверное одна четвертая рапорта до этого узора но тоже вижу с большим удовольствием и кстати распускала я распускала наверное раза три потому что не знаю как-то распределилась начало узор я не знаю я отвлекалась или что по переду значит я вязала узор правильно почему-то по спинке я его провязывать забывала опять провяжу перед спинку почему-то их узор забывала вязать и мне получалось что у меня клиния впереди вяжутся а сзади меня вяжется лицевая гладь видимо вот до такой степени мозг как бы отключен был в будни и отвязания что у меня вот таким непонятным макаром вязалась вот это вот изделие но сейчас вроде я как бы уже стала сосредоточенней и вот таким образом провязана у меня совершенно ну немножко но уже что-то видно вот ну свои конечно вот эти процессы которые по чуть-чуть мне осталось довязать свои недовязы я вам сейчас показывать не буду если кто хотите посмотрите итоговые работы за зиму вот мои там 10 у меня есть там 10 готовых работ и там же я показываю те работы которые я буду продвигать потихоньку потихоньку в этом месяце и сейчас у меня получается два основных процесса это вот эта шаль и вот этот половерчик у меня а вот а остальные процессы у меня идут найти там на них я выделяю как я уже говорила один-два часа в день для того чтобы они потихоньку потихоньку меня двигались и думаю концу месяца я уже не довязываю то уже закончу вот ну все это все что я хотела вам показать рассказать я очень хотелось поделиться потому что вяжешь вяжешь к получается очень красиво и мне хотелось поделиться с вами вот этой вот моей красотой все кто на моем канале новичок оставайтесь подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки мне будет это очень приятно вам это сделать как говорится просто и несложно все буду с вами прощаться но прощаться ненадолго буквально с понедельника с 7 марта у нас стартует новый не новый проект совместный проект он как говорится уже этому совместному проекту год но я опять в этом же месяце ступила совместный проект 3 а старты и с понедельника буду вязать уже три новые работы и они тоже будут очень интересны так что оставайтесь дальше будет все лучше и интереснее но все всем пока пока